Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Николенко Максим Викторович. Год рождения? 1 сентября 1983 года. Откуда сам родом? Родом из Донецка, родился в Донецке. И жил в Донецке, да? Нет, был маленький, там отец разбился на машине, было тяжело на тот момент, привозной уголь такой, переехали всей семьей в Волчевск. Было больше родней, там тетка, сестра такой. Семья есть? Официально нет. В гражданском браке. В гражданском браке. А дети есть? Ну, есть. Сыну 6 лет. 28 ноября исполнилось. Когда присоединился к войскам, так называемым ДНР? 20 февраля позвонил мне мастер, ну, получается, 19-го. Говорит, сходи в военкомат на отметку и, типа, ничего сверхъестественного. Просто я только восстановился на завод. Получается, в начале февраля 3-го или 4-го. Ну, я думал, это как военный учетный стол когда-то оформались. Это плюс было воскресенье 20-е. Ну, вот, сходил, где мне ни о чем не говорили, что какая-то или война, или мобилизация, что просто учение. Плюс подняли наверх, половина вещей не хватило, как оказывается, ни вещь мешка, ни каски, ни плащ-палатки. Типа, выненадолго, на 3-4 дня. То есть, тебя сразу забрали, да? Ты пришел в военкомат, и... Да. Вначале девочка в окошке ей подал паспорт и военный билет. Говорит, что-то я не пойму, у вас нет в списках. Я уточнил, девушка, в каких списках? Она говорит, сейчас я уточню, нашла мою карточку военноучетную. Потом где-то она пропала на некоторое время. Потом говорит, все в порядке, поднимайтесь наверх. Поднялся я наверх, а там уже был целый коридор таких, как я, где их переодевали. В пиксельную форму, ботинки все. Ну вот, у нас была живая очередь, и назначили почему-то меня... Там у девушки был список должностей или как-то по-военному. Ну, рядовой, естественно, я резервист. И были вакансии там, кто стрелок, кто пулеметчик, гранатометчик. И впереди меня, получается, был санитар-инструктор, и я был просто санитаром. Хотя в военном билете написано «Кузнец», ну, что я всю жизнь в металлургии. Так я стал санитаром, медиком. Отдельный мезот, санитар. И... Сказали, это просто формальность, это на 3-4 дня, ну, как учение. Ну, после учения сколько были? 3-4 дня, да? Или сколько проходило? Ну, мы поехали на полигон, там пробыли, ну, 24-го ночью мы выехали. Ну, развивались ночью, да. А так были на полигоне, как медики. А в плен когда попал? 31 мая. А где? Под Северодонецком, возле села Метелкино. Да, есть такое тут. Вот под ним попали. А какие задачи ставились? Дежурили на позициях в лесу, сами выкопали себе окоп, ну, траншею, с траншейным сообщением, и дежурили на позициях. Я в качестве медика с сумкой с носилками. Угу. Обстоятельства как взяли упрям? Переходили на украинские позиции оставленные, и вот перешли по рации. Со мной был зам, как замок называется, ну, замкомандира роты, и еще один стрелок. Вот, он взял нас с собой в помощь, ну, как, чтобы одному не передвигаться по лесу. И у него по рации пришла, ну, как сообщение, просьба выйти на дорогу. Он у нас взял с собой двоих, и вот мы пошли на дорогу. Ну, на расслабленных, что тут никого. И тут грамотная засада. Человек с ПКМ, это 7,62 калибр, наставил, ну, как, попали, все, оружие у нас направлено. Все, оружие на землю, руки за голову, на колени, лицо в пол. Все, попали, так. Где нам сказали до этого, что тут все чисто, никого. Километр двести, полтора, в ту сторону, все, говорит, нормально, занимайте позиции. Ну, вот. Так мы попали в плен. А до этого чем занимался, до того, как пошел воевать? Работал на заводе. Кем? Обрубщих чугунного литья. С довольно-таки нормальной зарплатой. Сколько? Ну, среднее, я звонил жене, среднее капает 75 тысяч. Рублей, да? Рублей тысяч, наверное. А сколько обещали, куда пошел воевать? Акваторе до восемьдесят шесть восемьсот. И плюс, что еще? И все, это с боевыми. Это с боевыми, да? То есть, то же самое было? Ну, да. Только могут еще убить. А до 2014 года чем занимался? Завод? Тот же, да? Ну, и всю жизнь металлургии. Я выучился в училище, восьмое училище на Кузнеца, и всю жизнь в металлургии на заводе. Угу. И сколько зарплата было? Ой, я так не помню, блин. Ну, в ривнах, не знаю. Кто хотел зарабатывать, тот зарабатывал. Хоть это при Украине тоже зарабатывал нормально. То, что ты не знаю. Я конкретно не скажу. 75 тысяч рублей, сейчас это 30, почти 36 тысяч гривен. При Украине было больше, меньше? Ну, так и цены были другие. Не, меньше. Сейчас подняли просто зарплату. До поднятия, ну, на заводе именно, на АМК. До поднятия, ну, 18. Ну, был, когда заказ, я здесь, у меня зарплата, да, здесь. И сколько сделал, сколько получил. Ну, до 40-ка добивало. А вот сейчас… Это два раза меньше? Ну, да. То есть, это где-то двадцатка было в гривнах? Ну, да, где-то так, да. То есть, ты не помнишь, сколько ты зарабатывал, когда эти территории были под контролем Украине? Ну, это от восьми до пятнадцати, вот так вот, колебал в гривнах. Угу. Ну, вот. Это же горячий стаж. Это горячий участок. Ну, мне тяжело, что ты поверишь, что от восьми до пятнадцати, потому что там выше зарплаты были. Я когда, вот, в четырнадцатом году приезжал, то там все высокие зарплаты имели достаточно, кто работал на заводах и так ждали. На литейных или там… Это зависит от разряда, от плюс здельщины, это… Разные участки. Конечно, больше. Гражданская жена что говорила, что пошел воевать? Она ждала меня в этот день назад. Она была в шоке. А, то есть, сразу собрали, да? Ну, конечно. А как экипировка и так далее вот этих всех войск, так называемых ДНР? Какая? Наверное, нулевая. У нас на сорок человек было… Привезли восемь бронежилетов, из которых мы собрали, по-моему, три или четыре, которые более-менее визуально были с пастинами. Потому что половина… Мы привезли мусор какой-то, может, с кого-то сняли, не знаю, где-то их нашли. Ну и… Каски? Ну, каски, да, сорок первого образца. Ну, котелки эти железные. Ну, вы дайте еще советской армии, да? Вот такие. Все старые, да? Ну, я как медик получал вот эти БФ-ки, эсэмэски, сумки, но образца где-то бинты 74-го года. Ну, старые. Со складовой желтой вы дайте еще красные, да? Со стеклянными шприцами, железными иголками. А почему медиком? Ты что-то смыслишь в этом? Нет. Ну, как? Ну, просто шла живая очередь, а у нее список. И вот так, ты, Вася, будешь санитар-инструктор, ты командир. Так же самое назначались и командиры. У меня командир первой роты был обычный электрик Стретевого-Коксова, с химзавода. Он никакой военной специальности, просто он все. Ты будешь командиром, все. А как командовал? Да, такой же, наверное, как и электрик. Никак. Ну, человек перепуган. Он был уже в возрасте. Ему с чем-то лет было. Он был сам в шоке. А вот эти войска, так называемые ДНР, они взаимодействовали с кем-то? Там, с россиянами или там, с воднорами? Да, потом уже изначально стоило, что мы третья линия обороны, но минометный обстрел по нам ввелся регулярно. Ну, миномет это 3-5 километров. Со стороны ВСУ, да? Ну, да. Настолько я уже потом уточнил, уже начал вникать в некоторые боевые эти моменты. Ну, от 3 до 5 километров летит снаряд. Ну, и прилетало по нам регулярно. Это явно не третья летняя оборона. Как я понимаю. Вот, когда… Давай взвратимся, как бы, к истокам этой всей истории. 2014 год. Ты ходил голосовать на референдум? Нет, я не участвую в таких мероприятиях. Почему? Ну, я не вижу этого смысла. Так называемый референдум, да? Ну, это решается все за нас. То же самое, как избирает глав всяких и мэров. А в жизни голосовал? Ну, то есть, ты 83-й год? Да. Голосовал? 40 лет в этом году. Вообще голосовал. Ну, то есть, за кого голосовал? За президента, за кого? За Порошенко. Кто у нас последний вот эти вот выборы? За Порошенко голосовал? Ну, это… Кто у нас был последний? Янукович. До 14-го года Янукович. Вот, за Януковича. А за партию какую? Регионов? Да, регионы. Почему за них голосовал? А это стаб на какой-то был инстинкт. Ну, все голосуют, а я за них. Ну, как-то на слуху, что они лучшие. Ну, Янукович баллотировался в 2004 году и потом в 2010. Всегда за Януковича, да? Ну, да. Ну, на Донбассе, как говорят, ходи козел, но наш, да? Есть такое? Первый раз слышу сейчас. Мы всегда так говорили. Я с многими из Донбасса говорил. А вот, что думаешь об этом всем, что произошло в 2014 году? Ну, твое личное мнение. Это бессмыслица какая-то. Можно было это сами как-то все порешать. Внутренне. Это весь конфликт внутренний. Внутренне. Это чтобы Украина решила сама, да? Ну, естественно. Не, ну, можно было отдать, например, автономию, ЛНР, ДНР. Но остаться в составе Украины, правильно? Можно же было как-то все это голосовать. Чтобы и уголь был в Украине или как-то пути экспорта этого. Все это можно было как-то голосовать. Все это сделать. А что было не так? Вот, например, что не так было? Что не нравилось Донбассу тогда в 2014 году? Ты можешь объяснить? Все, не могу так за Донбасс зависеть, сказать. Ну, хорошо. Вот, лично твое мнение. Нет, я на этот вопрос не отвечу, что так глобально, что не нравилось Донбассу. Меня устроило все. Кто хотел зарабатывать на этот момент, что при Украине, что сейчас при России, тот зарабатывал. И хватало и на хлеб, и на сигареты, и на водку, и на бензин. Ну, я так образно говорю. То есть жили нормально и при Украине, и сейчас ЛНР пришло. Кто хочет, тот зарабатывает, тот живет. А паспорта какие у тебя? Три. У тебя три паспорта какие? Украинский, российский и ЛНРовский. А почему оставил украинский? Ну, это документ. Хорошо. ЛНРовский, это второй был, который взял, да? ЛНР. И российский третий. Да. А почему взял российский? Ну, опять же таки, стадное все получали, и я получил. А кем тебя чувствуешь, вот, украинец, россиянин? Вот так, чисто. Ну, всю жизнь как-то не знаю, русский, наверное. Русский, да? Ну, ЛНР, ДНР считаются, как, все русскоязычные. И даже сейчас смотрю, вот, АСИТВ тоже, как-то нету никакого. Я смотрю на россиян, которые смотрят на наш телевизор, они половина не поймут. Я как-то привыкши к этому. Ну, тоже к украинским каналам. Украинский язык, я его изучал и разговаривал свободно на украинском языке. Ну, чувствуешь себя русским больше. Ну, ты говоришь. Ну, что сказать, понятие русский? Ну, вот, я просто спрашиваю, что это значит также. Ты говоришь, что чувствую себя больше русским. Может, русскоязычный? Ну, смотри, как бы, разговариваю на русском языке и чувствую себя русским, это две разные вещи. Я разговариваю на русском, да? Вот сейчас я разговариваю на русском, но я чувствую себя украинцем. Мой родной язык украинский и так далее. Я еще несколькими языками разговариваю, но это ничего не меняет, как бы, сути моей. Я себя чувствую украинцем. То есть, ментально, культурно и так далее, исторически я украинец. То есть, я это четко понимаю. И поэтому я тоже спрашиваю тебя, кем ты себя чувствуешь? Ты, наверное, русским. Русским? Да. А почему? Вот просто объясни. Ну, наверное, скорее всего, из-за языка. Для меня так, это как-то… То есть, ты себя ассоциируешь с языком, правильно? Да. А культурно, вот что тебе ближе? По культуре? А я разницы не вижу. Между чем? Русским и Украиной. Ну, как-то вместе сдружили, все было одинаково как-то. Все праздники эти и 23 февраля, и 8 марта, международные эти дни. И на Новый год, и на Рождество вот эти праздники. Это вот в Украине недавно перешло на 25 декабря, по-моему… Рождество. Да, только недавно. А также везде все было одинаково, насколько я знаю. Калятки, калятки, посевания, эти… Кутю носили. Ну, вот эта культура. Поэтому… И у нас это все… Ну, да, в Донбассе, на Луганске. То же самое. Чтобы с утра первый зашел в дом мужчина. Может, у вас в другом, я не знаю. Где, на Западной Украине? Да. Ну, обряды… Ну, у нас 23-е, например, февраля уже давно не празднует. Очень давно. Я даже не помню. Мне кажется, еще и маленький был, это уже не было. Ну, День защитника Отечества давно не празднует? Ну, я… У нас 14 октября. Это День защитника Украины. А, День защитника Украины. Потому что это советский праздник, День защитника Отечества. Ну, смотри, вот 8 марта тоже празднуют на Западе. Ну, например, я учился в Италии. Там тоже… Ну, не все… Это не такой там… Не такой большой праздник. Но, как бы… Ну, у итальянцев… Международный женский день. Международный женский день. Другие там… Ну, у них просто обряд другой и так далее. Я говорю даже не… Вот… Не о обрядах там и каких-то праздниках. Да. Учисто, как бы… Ментально… Я правильно понимаю, это себя чувствую жестким. Ну, да. Без поддержки России. То, что началось в 2014 году. Реально все было это сделать на Донбассе или нет? Надо было общаться. Я думаю, реально. Реально. Надо было разговаривать. Надо было кого-то… Как говорится, на жаргоне скажу, с более подвешенным языком находить, кто имел какой-то… А кто должен был общаться? Ну, главы. Наши старшие… Ну, кто? Без… Вот этого я не скажу. Конкретики не будут менять, я не скажу, кто. Вышестоящие руководства, как сказать, республик или ЛНР, ДНР. Сейчас как новых молодых республик. В-первых, надо было изначально… Почему это все произошло? К чему это? Стоит ли это делать? И уже находить какие-то компромиссы в этом плане. Ну, эти республики не призваны мировым сообществом. Как с ними можно было разговаривать? Ну, это… И почему переговоры, участие всегда брала русская сторона, российская? Если… Ну, она там не замешана. Ну, значит, что имелось какой-то вес, если российская сторона понимала. Хорошо. Что? Внесла в свою левую. 2022 год. Почему началось сторожание? Полномасштабное, и ты, в том числе, присоединился к россиянам. В чем была проблема? Обманным путем. М? Получается, обманным путем присоединился. Ну, какой из меня военный? Если я первый раз в руке держал автомат, да хоть бы отвезли на полигон, дали пару раз стрельну. Ну, ты понимаешь, что сейчас это все не важно? У тебя статус военнопленного. Ты воевал. Ну, понятно. Теперь уже да. 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 кто там тебя обманывал и так далее, сейчас не имеет значения. Это я уже понял. Правда? Да. Ну, то есть, ты как бы говоришь, что тебя обманывали, но в то же время ты говоришь, чтобы эти люди разговаривали от имени там какого-то Донбасса, Аланари и ДНР. Ну, то есть, здесь как бы нестыковка. Они тебя обманули, но должны были разговаривать как бы с властью с Украиной и с другими. Правильно? Где логика? Где логика? Не, за вот эти военные моменты, что если призывали, хоть бы, или какую-то учебку провели, или какую-то, не знаю, там, половина, я как медик, я видел, что и при эпилепсике, и с сердцем, блин, то ни медкомиссии, ни в учебке, блин. То есть, объясни мне теперь. Ты был готов воевать, но тебя как бы не нравилось то, что ты был не подготовлен. Ну, ты говоришь, хотя бы какую-то учебку. Я был готов воевать, я не готов, я... Я поэтому и спрашиваю. У меня вопрос. В 22-м году ты говоришь, что как бы ДНР, так называемый ДНР и ЛНР могли сами это все реализовать, да, вот это все, что случилось? Ну да. Без поддержки России? Я думаю, могли бы, да. Могли бы, да? Да. Почему тогда, ну, если там Россия не присутствовала, почему Россия напала на Украину? В чем, ну, как бы, прикол? Если это все, ну, так как ты представляешь, что это внутренний конфликт? Значит, нужна России территория эта. Получается так? Стой. ДНР и ЛНР, они в 2014 году действовали как отдельные субъекты или как субъекты, которые были подконтрольны России? По-моему, как отдельные субъекты. А когда России нужна была ДНР и ЛНР? И зачем? Если это отдельные субъекты, ну, ты думаешь? Не понял я формулировки вопроса. Когда Россия… Ты говоришь, что ДНР и ЛНР с 2014 года действовали как отдельные субъекты, полноценные. Ну да. Без поддержки России. Зачем тогда в это все движение вписалась в 2022 Россия? Потому что начались выдаваться паспорта российские. И уже большая часть процентов людей уже были россияне. Получается так? Еще раз вопрос. ДНР и ЛНР – это отдельные субъекты. Почему мешалась Россия? Ты говоришь, что России не было с 2014 года? Не было. Зачем они тогда начали раздавать паспорта, если ее не было с 2014 года? Вопрос понятен? Ну, понятен. Ну, это решение, получается, народа. Какого? ЛНР и ДНР. Жители ЛНР и ДНР. Какое решение? Стать россиянами. Еще раз вопрос. Это логика. ДНР и ЛНР – это отдельные, в твоем видении, государства, полноценные, которые сами могли и решали свою судьбу без никого. Я понял. Зафиксировано это, правильно? Да, да. Это как Украина, которая стала независимой, суверенной почти 30 лет. Паспорта здесь никто не раздает. Потому что это нарушение закона. Зачем Россия тогда начала раздавать паспорта и полномасштабно вторглась в 2022 году? Понятен вопрос? Да, понятен. Я не знаю, я не могу ответить, зачем Россия вторглась. Если России не было с 2014 года, почему ты пошел воевать? Почему с Херсона так не было набрано людей? России же не было с 2014 года. Ну не было. В Харьковской области тоже была часть захвачена, Но там никто не присоединился к России. Да. Понимаешь вопрос? Да я понял. Хороший вопрос? Хороший. Я жду ответ. Нет. Почему я пошел воевать? Нет. Объясни мне, если России не было с 2014 года там, почему она вторглась в 2022? Украину? Наверное пришло время, решили вторгнуться. Россия решила. Зачем? Я не знаю. Зачем? Зачем ты пошел воевать? Я изначально шел вообще как на учение, а потом уже узнал, что я приехал на войну. Это все лабуда. Де-факто ты военнопленный. Ну, согласен. И да Юра. Это все лабуда. Что ты думал и так далее? Мне сказали, надо возьми автомат. Я взял. Мне сказали, надо идти туда. Я пошел. Тем более еще и метиком. Если бы был какой-то реальный обстрел, если бы были какие-то реальные ранения, что бы я сделал? Во-первых, пресечение границы с оружием это уже преступление. А я границу нигде не пересекал. В смысле? А где я пересекал? Как я мог в Луганской области пересечь границу? Вот это хорошо сказано. То есть ты признаешь, что Донецкая и Луганская области полностью Украина. Это Луганская область. Это Украина, правильно? Украина. Донецк это Украина? Украина. Ну, а Северодониск это Луганская область? Не, не, стоп. Стоп. Луганск это Украина. Правильно? Ну. Донецк это Украина. Правильно. Украина. Это никакая ДНР или ЛНР. Украина. Крым это Украина? Ну, украина. Правильно. Да. Северодониск. Северодонецк. Луганская область. В чем находится наcialede. És.. Северодонецк до 25 июня был подконтролен Украине. Не каким-то ДНР, ЛНР, а Украине. И 25 июня город полностью перешел под контроль российских войск. 25 июня 2022 года. Хорошо, не будем это, то, что было между подконтрольной и неподконтрольной территорией, говорить, что это граница, это линия размажевания, так говорят? Ну, разграничение. Разграничение. Ты зашел на украинскую территорию, которая была подконтрольна государству Украины, Северодонецк. Меня взяли в лесу под Северодонецком. А при чем тут? Это все нюансы. Я понял, я понял. Я услышал. Да, 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 да. Мне за это дали 13 лет с конфискацией. Я это осознаю. В Украине? В Украине, да. Было суд у меня в январе. Ну, то есть ты это понимаешь. Почему? Ну, конечно, я осознаю. Я до этого ранее судимый, я все прекрасно осознаю, что у меня было 300. По трем статьям я был судимый. Путем поглощения большего и меньшего дали мне 13 лет с конфискацией имущества. Я все это осознаю. Ты понимаешь, за что? Я совершил преступление, а мне дали за это наказание. Понимаю, да. За что? За пересечение, за измену Родины, за пересечение границы с оружием. Я передателю своей страны, получается. Правильно? Я понимаю, за что мне дали 13 лет. Нет, я тебя спрашиваю. Ну, я. То есть ты понимаешь, за что дали 13 лет? Конечно. Заслуженно? Заслуженно. Согласно кодексу Украинской Федерации. УК. Ну, все же по закону. Обращаемся еще раз к вопросу. Сначала. В 2014 году. Была поддержка России или нет? Ну, то есть, ты можешь сказать, снова нет. Я тебя не заставляю на что-то выйти. В 2014 году было народное ополчение. Не было российской поддержки. То есть шахтеры восстали? Шахтеры, заводчане, работяги, да, восстали. И было народное ополчение. Не было. Что оно хотело? Референдумы, отделения, республик от Украины. Почему? Автономии. Почему? Так захотелось народу. Автономия отделения – это разные вещи. Ну, тут я уже сам заботился. Ну, хотели отделиться от Украины. Хотели независимости, наверное. То есть хватало. Чего? Ну, внутренних республик, ну, ЛНР, ДНР существовали отдельно. Металлургия, угольная промышленность. Можно же было остаться в составе Украины, но… Это называется автономия, не независимость. Ну, автономия, можно же было сделать так. Хорошо. Объясни мне, почему не все, не вся область этого хотела, а только какие-то части. Ну, давай допустим, что да. Может, где-то была проведена какая-то информация. Может, как-то, не знаю, обработали людей. Ну, столько людей, столько и меньше, правильно? Обработали людей где? Те, кто хотели автономии или а-ля независимости, или обработали… Так, где Украина? Те, которые хотели автономии. Обработали, да? Да, может быть. Может быть. Кем? Ну, все-таки ты допускаешь это. Кем? Да хрен его. Слухами массовыми какими-то минами. Со стороны кого? Что будет лучше, ну, с Российской Федерацией. С Российской Федерацией. То есть мы выходим, что… Так или так Россия вмешалась в 2014 году. Я тебя не подвожу к нищему. То есть мы сами логически на это выходим. Ну, вы сказали, логически, да. Ну, то есть Россия как бы была заинтересована в этой движухе. Правильно? Да. Почему от тебя не слышно аргумента «бомбили Донбасс»? Вот. Большинство тех, которые из ДНР и ЛНР, они говорят, что Россия зашла 24 февраля 2022 года, потому что достала уже «бомбили Донбасс». Ну, и Волческ прилетал. И Луганск долго сидел без света и прилетал. И знакомых тоже дома расхерячили. А смысл это утверждать? Кто виноват был? Те, кто бомбили. А кто бомбил? Ну, по всей логике вещей, мы сами себе бомбить не могли. Получается, украинская сторона бомбила. То есть, я правильно тебя понимаю? Была авиация, да. Когда бомбили? В каких годах? В 2014-м год. Начало, самое начало. Мы говорим о 2022-м. А, в 2022-м. Ну, хорошо, в 2014-м году. Да, это как бы при поддержке России это все началось. ВСУ защищали свою территорию. Я тебе все логически объясняю. Ну, у меня мать живет на Волгородской. Это жилой сектор, где одни девятиэтажки и церковь. Одним прилетел снаряд церковь, который не взорвался. Наверное, чудом. И второй жилой дом во двор, где вылетали окна и осколки были. По-моему, была даже ранена женщина. То есть, там не было на тот момент военных. Ну, было такое, что я и видел, где и воронки эти по городу. Ну, откуда оно летело, так же самое, я не военный спирт, я не знаю. Еще раз. Это территория Украины? Да. Украина, видя, что началась такая движуха при поддержке России, должна была защищать свою территорию? Должна была, конечно. Она правильно делала, что защищала? Правильно. Хорошо. А прилеты по Олчевску откуда? А прилеты по Олчевску откуда были? С чего самолета? В смысле, с чего самолета? Ну, у народного ополчения не было авиации на тот момент. У тех, кто восстали. Никак физически не было. Хорошо пересчитай, что было у народного ополчения, так называемого. Ну, скажем, автоматы, автоматы из ушки, ну, такое, наземная техника. Я говорю за бомбежку с авиацией по городу. Вы утверждаете, что защищала Украина мирное население. Ну, просто по центру города прилетало. У меня вопрос. Еще раз я повторяю. Пересчитайте мне, что было. Ну, я так вижу, что ты специалист в сооружениях, кто что имел. Пересчитай мне, что было на вооружении тогда у так называемых народных ополченцев. Та стрелкотня была. Я не специалист, Маргушев. Не специалист? Рассказать тебе, что было? Смотри. Вот граница была. Вот граница, да? Украина, Россия. Знаешь, откуда пи***чили грады? Откуда? С территории России. При границе. Это доказано всеми снимками, сателлитами и так далее. Вот здесь, около границы, на территории России стояли грады. И оттуда Зеленопилля. Знаешь, такие населенные пункты? Это все. Это Донбасс. Вот оттуда они все фигачили. Я тебе просто говорю, ты говоришь, что Россия не была замешана. Это факт. Ну, всплывает теперь, что замешано. Получается, не, ну я, как житель Алчевска, это, получается, центр. Оно не толком... Я просто отвечаю, что если по тебе фигачат, да? Украина – это независимая страна? Да. Суверенная. Ну. Она же должна была отвечать, правильно? За свою территорию. Правильно. Сепары, да, вот эти, которые там были, то, что ты называешь народным ополчением. То есть мы. Ну, ты же говоришь, что ты не был. Ну, ты же говоришь, что ты не ходил на референдум. Ну, нас всех называют сепарами. Ну, нас все называют сепарами. Ну, это сепаратизм? Ну, де юре и де факто. Это сепаратизм? То, что было на Донбассе? Как переводится де юре и де факто? Сепаратизм? Я не могу сказать. Сепарары на итальянском – это отделять. Ага. Нет, итальянский я не знаю. Ну, хорошо, давай посмотрим. Перевод слова? Да, если ты хочешь знать. Сепаратизм от латинского – separatus. Отдельный, да, это похожие как бы языки. Отдельный. То есть вы хотели отделяться? Да. Ну, то есть Украина должна была защищать свои территории, правильно? Ну, должна была, естественно. Вот и все. То есть все логически. А теперь, если Россия была в 2014 году, почему она вас не взяла, типа, к себе? Сразу, да? Да, вот вопрос. Не знаю, я такого не могу ответить. Не можешь. Почему это не произошло? А зачем тогда нападать в 2022? Решила взять, наверное. Что? Я не могу сказать, что она может дать. Территорию? Земли? ЛНР, ДНР? Ну, ты. Где? Заходя на Киев? А вот это вообще у меня в шок. Киев, Харьков и все остальные. Николаев, что там еще там. Одессу. А нам все хотело забрать. Учитывая, что кинули резервистов, мобилизованных туда же. Сколько я здесь в плену уже нахожусь. У всех одна и та же история. Оставили, получается, на отход мобилизованных ребят, которые ни хрена не понимают, что происходит до сих пор. Их привезли, выгрузили там 50-100 человек с этим оружием. Он еще, грубо говоря, домашними пирожками срел. А их оставили на отход. То есть российские войска отошли, а этих взяли, половину перестреляли, половину взяли в плен. Эдвентричные везде попадания в плен и истории. Попадания в плен. Нам сказали оставайтесь здесь, а мы типа сейчас придем. Грубо говоря, так вот. Но это своими словами. Ты статистику смертей вообще знаешь? С 14-го года по 22-й. Нет, где мне ее узнавать? Конфликт затихал уже. Вот все здесь говорят, бомбили Донбасс и так далее. Конфликт затихал. Затихал, да. Ты знаешь, сколько смертей было в 2020-2021 году? Нет. Среди гражданской. Вот все там говорят о гражданской. В 20-м, мне кажется, 15 смертей, в 21-м, 7. Почти ничего. Ну да. И то, может, где-то лесник пошел, нарвался на что-то, да? Да. Тогда объясни мне, зачем эта телега в 2022 году? Почистили неплохо население. Какое? Да и ЛНР, и ДНР, и мобилизованы с Россией. Ну, получается, Российская Федерация. Вы видите контингент, какой набирают? Я лично вижу, да. Ну, и я тоже вижу. Бомжи, одноногие, однорукие студенты какие-то, которые стрелся, ссыться под себя. Как ему еще вообще оружие доверили? Так и прикол в том, что их вытягивают первыми, блин. Зэки эти, которые рядом со мной в комнате, я их боюсь. Я находиться боюсь. У него то двойное убийство, то тройное. Его раньше времени вытянули с тюрьмы. Дали ему оружие, одеваю из корабля по набалу, да? Где боишься, здесь или там? Здесь. Я боюсь с ним находиться в одной комнате. А у Лагнаров? Тех, которые... Я просто вчера услышал эту историю, я на него смотрел, я и не думал. Я думал, оно безобидное. А он сидит за двойное убийство. Да, есть такие. Ну, и... Сейчас я ему не дам сигареты, он мне ночью приедет. Я не знаю, что он там все это время на зоне делал, кем он жил, таким понятием. Потому что тут не зона, это лагерь для военнопленных. Тут не то понятие. Тут, грубо говоря, как в армии. А тут большая часть не понимает еще, куда попало. Они хотят какие-то законы здесь завести, да? Ну, они до сих пор живут, они из тюрьмы в тюрьму попали. Они побегали ерунду, получается. И тут они до сих пор по понятиям живут, они на морке разговаривают. Все на рейф, что-то они тартнят еще. Контингент уматывает. Получается, выбирать уже некого. Так же самое и с моего города тут ребята попали, что город пустой. Нету никого. Всех ушли на фронт, как бы это плотина не звучала. Всех забрали, всех здравых мужиков забрали на войну. А кто виноват в том, что ты сидишь с заками сейчас? Тот, кто меня сюда призвал на эту войну. Кто? Без моего согласия. Это кто? Ну, в первую очередь, пасечник, который объявил... А вторую очередь? Как это звучит? СФО. Специальная военная операция. Специальная военная операция. Для тебя это война или операция? Это война, это полномасштабная война. Может, кто-то где-то в кабинете сидит для него, это операция? А пожить в минус 17 в биндажах, когда по тебе прилетает, это война. Еще и абсолютно необученного человека. И как действовать в таких ситуациях без какой-либо экипировки? Хочешь быть обмененным? Конечно. Хочешь возвратиться? Да. Волчевск? Волчевск. Боишься или нет? Нет. Почему? А если снова призвут? Да пусть уже, наверное, судят там, как отказника. Я лучше буду сидеть на дома. Вот так вот я отвечаю. Я не хочу воевать. Я не военный. Я никогда не был в армии. Я не был на военных сборах, которые у нас были в республике. Я как получил в 20-х числах февраля автомат, я его только чистил. Я ни разу с него не выстрелил. Я его в ногу так и отдал. Я говорю, национальная гвардия Украины у меня была в плен. Так он туда и ушел. Ставили нас на колени, связали скотчем и все. Есть другой вариант. Осидеть по закону в Украине, остаться в Украине не хочешь? 13 лет? А если там засуну на двадцатку? Когда-то казника. Кто его знает? 13 можно не осидеть. Я вырос без отца. Меня воспитала мать. Я знаю, что такое. У меня есть сын. То есть у меня есть продолжение рода. Нездельский Марк Максимович. Я думаю, он с такой фамилией и имем выбьется в люди. И то, что если он будет без отца, я думаю, жена ему объяснит. Я не знаю, я не собираюсь. Мне 40 лет. Я не собираюсь сидеть. Долго. 13-13 лет, это никогда. Я не знаю. Если я при попадании в плен, были моменты, я думал, лучше бы не застрелили в лесу, уже бы давно оплакали. То сейчас, учитывая, сколько я сижу, я уже задумываясь, то ли скрыться, то ли повеситься. Почему я не нужен? Как на войну, значит, да, пожалуйста, пошли. Кинули. В жопу кинули, да. А как вытягивать, они не вытягивают. Вытягивают в первую очередь те, которые не нужны вообще. Или чтобы их опять кинули на войну. Вагнеров вытягивают. Российских мобилизованных. Еще там какие-то критерии есть отдельные. Ну, я вижу, я провожаю уже 10 или 11 этап отсюда. 30 июля я сюда заехал, в этот табор. И вот сейчас опять будут люди, которых я только махаю им рукой. Слушай. А вот смотри, реальный вопрос. Может, вот эти все ДНР и ЛНР, вы не нужны России, мобилизованных? Ну, я это вижу, да. Вы все там типа рассказывают, я себя чувствую русским, ну, а вы нахуй нужны, вы как пушечное мясо. А я же это даже отметил. При попадании в плен, как? Тонкости попадания в плен. Кто попадает в плен? И как это происходит? Кидают в самую жопу, которые толком... Их вот были люди, которых призвали в декабре. Он 19 января попал в плен. С ним в начале февраля я разговаривал, был на телефонных разговорах. Мы отсюда звоним периодически домой, вот, опи-телефонье. Он уже стоял, плакал. Как ему здесь плохо? Потом его знали, по-моему, он с Лагнера был. И вот на этом обмене, что был, он уехал домой с карантина. Он тут еще даже не побывал, грубо говоря, в плену, он уже дома, грубо говоря, уехал. Может, вы эти все крики там, что у вас там были, Россия, Россия, это все до пи***ы? Вы реально никому не нужны? А Украина готова была за свое население, за свои территории бороться тогда? Ну, это я уже тут увидел, как мы нужны тем, кто призвал Россию. Так же самое и россияне. Ну, единицы, да, это Галкин, Серега, еще одни, это единицы тоже. Все его ребята уехали, а он до сих пор сидит, непонятно почему. Как закончить войну? Выходить на переговоры. Останавливать, объявлять какое-то перемирие. Выходить на переговоры, решать что-то. А ну, людей сколько положено. Это же все потом, все эти разрушения, все эти смерти, блин. У меня было какое-то страшное, это страшно для родственников. Это 21-й век. А человек должен возвратиться в Украину или остаться каким-то ДНР, ВНР или Россия? Ой, ну я не знаю, как ответить на этот вопрос. Так, как думаешь? А можно было бы, чтобы вернулся в Украину. Ты говоришь, потому что ты в плену и со мной разговариваешь, как с украинскими журналистами. Да нет, ну это я говорю, что я жил нормально и при Украине, и при России, и при ЛНР. Хорошо, флаг для тебя имеет значение, который в ВНР не имеет? Я говорю, что я свою лепту внес, у меня родился ребенок, да, я плачу исправно коммуналку, я плачу налоги, я зарабатываю, я живу, все. Ну, обычно серая жизнь. Я не стремлюсь куда-то выше, там, никуда не лезу, ни в политику, ничего. Я пришел, мне даже, бывает, не до телевизора, у меня тяжелая физическая работа. Я думаю, как отработать 10 лет, горящего, и как, что потом делать на пенсии. Ну, я, это обычный работяк. Смотри, вот ты говоришь, что у тебя сын недельский Марк, правильно? Да. Ты говоришь, что с такими именем и фамилией он выбьется в люди. Он будет умный мальчик, да, вот, когда-то. Он не будет думать так, как папа. Да. Вот папе похрен, какой флаг, да? Да. Потому что, ну, для украинцев, которые воюют, для той части страны, это важно. Ты это понимаешь. Ну, это патриотизм называется. Да, это патриотизм. Ну, я понимаю, что это, например, территории, ну, типа, похуй, да, за большим счетом. Он спросит тебя когда-то, когда будет 20 лет, ему там, 25. Может быть, тебя обменяют, ты будешь жить. Это уже удача, что ты же со мной разговариваешь. Ну, что ж, живой, да, большая облача сейчас. Он спросит, папа, за что ты воевал здесь? Я не знаю, что ему будет ответить. Он не даст встречный вопрос. Почему ты пошел воевать против своего народа? На тот момент, наверное, уже отсижу за эти грехи. Ты понимаешь, как важна идентичность? И флаг имеет значение. Ну, опять же, повторюсь, сколько людей, столько и мнений. Ну, смотри, вся Украина за флаг. Ну, моя такая. Для большинства, то есть для всех украинцев флаг имеет значение. Люди в Херсоне прятали флаг. Ну, я видел, да. Они прятали флаг. Это для них важно. Для этой страны это важно. Ну, это моя личная точка зрения. Ну, я вот такой вот, ну, ровно-пятяй вот такой вот. Ну, как-то так получилось, что, ну, плыву я по этому течению, что вот так вот по-рабочему, да. Дайте мне заработать, дайте мне, по крайней мере, семью, от меня дайте мне жить. Все. Я не могу решить. И даже кучка таких, как я, ну, не решить ничего. Если там сверху все уже оговорено, кто будет главой, кто будет мэром, кто будет править республикой, там. Изначально, настолько я вспоминаю, хотели сделать Новороссию, правильно? То есть вместе... Я слышал «Новососию». Нет, Новороссию. Новороссию, да? Да, испорчено. Мы же телефон, мы же по телефону слышали. И хотели сделать Новороссию, то есть... По главе с главным новососом Губаревым. Новороссом, извиняюсь. Ну, так же было? Я даже фамилии не знаю. Губарев. Да, да. Губарев. 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 Не слышал, да. Он должен стать главным новососом. Извиняюсь, Новоросс. Я, как житель, ну, рожденный в Донецке, у меня там осталось, по-моему, крестное, не знаю, сейчас жива она, не жива. Ну, как периодически до этого всего мы ездили в Донецк в гости, там, на Старую улицу, где жили. Потом взяли, бахнули таможню, храницу уже, все. Для меня это тоже было шоком. Ну, появление ЛНР, ДНР. Это же, получается, главы сами решили это все. Это россияне так решили. Здесь был смотрящим за вашим регионом. Они так решили разделить. А, ну, вот. Но не это главное. Вот смотри, ты говоришь, что ты хренья и так далее, тебе все пофиг. Вот тоже еще факт, да? Ты знаешь, почему Запад помогает Украине сейчас очень? Почему? Ну, потому что Украина попросила поддержки. Ну, как я... Ну, это во-первых, да. Это во-первых. Но самое главное, знаешь что? Что самое главное? Для этих людей, всех, важен этот флаг. От Чернигова до Херсона, от Львова до Харькова. Чтобы Украина осталась Украиной? Да. Для них это важно. Они хотят, чтобы там был вот только этот флаг. И Запад, видя это, он понимает, что эти люди бьются. Флаг это символ. Но люди бьются за свободу и независимость. Все это понимают. Ты знаешь, какой феномен вот этой всей страны в 21 веке? Какой? Что от Львова до Харькова, от Чернигова до Херсона все живут одной идеей. Все. Такого никогда не было. П**ть русских. Они хотят, чтобы эта страна была независимой и называлась Украина. Они понимают, что они украинцы. Они не малоросы, не бандеровцы, еще. Они все понимают, что они украинцы. И они стоят за это. И они готовы умереть за это. Фак. Сильные люди. Да. И ты мог быть среди них, но ты выбрал х** в этой жизни. Так сложилось. Выход в жизни всегда есть. Знаешь, когда нет выхода? Когда хлопает крышка гроба. Да я знаю. Вот тогда уже все. Хочешь что-то сказать украинцам? Сильная нация. Ставит свою землю. Нет, просто. Не то, не то. Ну, то есть, что-то хочет сказать украинцам вообще. Надо находить компромисс. Надо выходить на переговоры. Надо решать это. Хватит смертей. Вот это самое основное. Хватит. И с той, и с той стороны много сильной смертей. Кладбищи столько нет. А россиянам? Да и то же самое. Это обращение ко всех. Хватит. Надо прекращать это все. Надо договариваться. Садиться за стол переговоров. Нет, ты не знаю. По скайпу, по васапу, по видеоконференции. Если такого же негатива друг к другу, если не могут собраться какие-то представители, пусть будут, пусть договариваются о мире. Неужели они не видят по статистике столько смертей? Столько разрушений? Знаешь, вот просто как бы подытоживая это наш разговор. У меня такое дежавю. Да, вот я тебя слушаю. Я тебя слушаю. У меня такое дежавю 2014 года. Знаешь в чем? Я был в Крыму где-то месяц, когда был вот этот тоже псевдореферендум. В 2014 году? Да, в 2014 году. Я был на Донбассе. Тоже вот это все дикуху видел. Там Луганский. Я первый раз как бы попал в Крым и первый раз на Донбасс попал и там ездил. Знаешь, вот у меня такое дежавю по этих словах. Нужно следиться за переговоры, мне нужно смертей и так далее. Знаешь, какая там фраза была самая популярная? Что в Крыму, что на Донбассе. Какая? Лишь бы не было войны. Да. Мир. И что в итоге? В итоге Россия все равно напала. И так я скажу. Эта страна не должна существовать. А народ, который призвали, который уже перехоронил своих и сыновей, и мужей, и дедов, блин, уже хочет мира. Какой? Какой народ? И украинские, и русские. Я смотрю по новостям, вы против. Против мобилизации, против, не хотят. Так же самое. Кто не хочет? Народ. Какой? Который даже призывного возраста и матеря. И в Украине, и в России. В Украине набрали новые полки на Национальной гвардии. Вот полностью. За 2-3 недели понабирали. Люди готовы идти воевать. И ебать все это пушечное мясо. Хорошо. Это вот, именно. Это люди, которые готовы взять руки оружие и отстаивать свою землю. А много, которые не готовы. Такие, как вы, да? Да, да. Такие, как я. А у меня другой вариант. Вот я тебе нарисую. А может бы вы все набрались и от пи***ли пасечника там? Вот взяли автомат и пи***ли пасечнику. Ну ты понимаешь, что такое пасечник, а что такое украинское ВСУ? Украинское ВСУ скорее хлопнет вас, правильно? Ну, конечно. А может что-то там измените с этим пасечником? Может и изменим. Хорошая мысль. Да. А вот обменяйте меня и будем менять. Будем движевать с пасечником там, да? Да. Хорошо. Вопросы опять же такие поднимаются. Почему? Неужели какой-то я имею вес? Обычный мобилизованный резервист. Неужели так трудно поменять меня? А можешь спросить у этого Владимира Владимировича Путина хочешь? На какого-нибудь солдата ВСУ. Не, ну спроси у этого Владимира Владимировича Путина. Там Путин не решает. Да как не решает? Вы какие-то там все запуганные с этим Путиным. А кто решает? А где я? Где Путин? А кто решает? Кто должен решить для тебя? Причем ко мне Путин, я не пойму. А кто решает? Я же не знаю. Обменный фонд. Кто у меня занимается обменами? Я звоню домой. С моей стороны все списки. Ты во всех списках. Ты везде есть. Тут то же самое. Я вижу, со мной работают специалисты, оперативники, СБУ. И разных областей. И Киевская, и Львовская. И полиграфы. Я уже не один прошел. И все. В розыске уже и осуждены. В чем пауза? В чем, я не пойму. Неужели трудно поменять там Николенко на каком-нибудь Иванова, Петрова, Сидорова? Ну, к Путину не хочешь обратиться? Да, боишься? В плане... Ну, это неуместно. Почему? По обменам к Путину. Почему здесь Путин и обмены? А за войну кто, если на то, что напало Россию? Я не знаю, как их назвать. Главный по военным делам. Ну, верховный главнокомандующий. Верховный главнокомандующий. А кто? Это Путин. Это Путин. То есть он виноват. Правда? Уважаемый Владимир Владимирович Путин, давайте, наверное, прекращать войну, давайте, наверное, прекращать спецоперацию и садиться за стол переговора. Хватит смертей. Я это все вижу, как это происходит, и это тяжело. Работники похоронного бюро озолотятся, наверное. И капачи тоже. Капачи тоже, да? Капачи тоже, да. А и те, что пакеты производят черные? Я работал просто в этой сфере, я знаю. Пакеты ни к чему, да? Там даже бабок не дают на пакеты. Ну, не хватит леса на гробы. Как бы это ни было смешно, но это черный юмор. Не хватит леса на гробы. И бывают такие ситуации, что живые позавидовали мертвым в этих обстрелах. Так же самое. И с вашей стороны гибнут, и с нашей. Это с мультика живые позавидуют мертвым. Остров Сокровищ, правильно? Да, да. Ну, слазы уместные. Уместные, но это не мультик. Но это далеко не мультик, и это реальность.